Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня такой вот короткий выпуск о том, как перестать быть жертвой и, соответственно, оттайни гормонов. Дело в том, что очень часто к жертвенной позиции, да, к позиции, когда вас кто-то угнетает, когда вы чувствуете себя незащищенными в этой мире, да, когда вы ощущаете, что завтра, может быть, о вас некому позаботиться, вы не уверены в завтрашнем дне, вы не уверены в том, что завтра позаботитесь о себе вы. Вот именно в эти моменты, соответственно, нужно понимать, что это все-таки такой обман разума, да, и, соответственно, на самом деле нет абсолютного, ну, так скажем, фиаско, да, фактически, если вы здоровы, у вас нет рака, там, вы завтра не умрете, да, нет, вот об этом не идет речь о таких каких-то острых вещах, не может быть абсолютного фиаско, не может быть абсолютных каких-либо побед, как бы там наши горячо любимые нарциссы и параноялы, и эпилептоиды к этому не стремились, такого тоже, к сожалению, невозможно, потому что совершенству нет предела, да, и очень сложно быть абсолютно совершенным в том или ином деле, да, поэтому мы, как правило, где-то стоим вот на этой шкале, да, ближе или дальше к успеху, так скажем, да, к какому-то, и пускай даже этот успех, он будет равняться всего лишь на вашем физическом комфорте, каком-то минимальном, да, какой-то небольшой участок, человек посередине, где вам будет тепло, хорошо, комфортно, вас будут дома ждать дети, любимый муж или супруга, и вы будете приходить к себе домой и заниматься какими-то, ну, не знаю, любимыми вещами, играть с детьми, с собакой, и не думать о том, что завтра вам нечем платить за квартиру. И, соответственно, на пути к вот этой цели, к своему минимальному комфорту, вы должны понять одно, что у вас и нет абсолютного проигрыша, что ваша ситуация не безвыходна, и вы можете найти решение. Из любой поставленной задачи, да, из любой проблемы есть выход. Другое дело, что, соответственно, очень часто наши гормоны с нами играют злую шутку. Очень часто под воздействием стресса наступают гормональные сбои, и из-за того, что у вас высокий или низкий кортизол, из-за того, что у вас высокие эстрогены, к примеру, слишком высокие, или просел тестостерон, или все это вот перемешку, соответственно, совершенно непонятных, может быть, вариациях, кашах, и совершенно разные, вплоть до биполярных расстройств, я рассказывал, может приносить, так скажем, заболевания психологические, да, гормональные расстройства могут приносить. Поэтому, если у вас даже есть достаточно выраженная инсулинорезистентность, если у вас есть нарушения щитовидной, работы щитовидной железы, субклинические какие-либо состояния, вы будете испытывать дополнительное напряжение из-за того, что ваш гормональный форм, ваш мозг, да, который, в принципе, контролирует работу большей части гормонов, соответственно, вот все вот это, да, вот эта система, которая призвана на то, чтобы отвечать на воздействие агрессивной окружающей среды, она работает плохо, поэтому и чувствуете вы себя плохо. Поэтому я вас призываю сдавать хотя бы пролактин, кортизол в слюне, хотя бы индекс хомо-ир, хотя бы ТТГ, Т3, Т4, сопоставлять субклинические состояния, о которых я рассказывал на своем канале, и лечить это дело, потому что вот это ощущение жертвенности и незащищенности, оно приходит, как правило, не из-за того, что вы не готовы справиться с этой ситуацией или с вашим нарциссом каким-то, еще с кем-то, а из-за того, что ваша система, ваш организм поломан, и таким образом, возможно, он просто пытается до вас достучаться, что ему плохо, а вы это путаете с внешними какими-то показателями, да? Ведь если вы чувствовали бы себя по-другому, если бы вы чувствовали себя героиней или героем, воителем, да, еще кем-то, да, там, может быть, найдете в других романах, в точно такой же ситуации люди поступают по-разному. Кто-то примеряется с позицией жертвы, кто-то идет на войну, кто-то еще что-то, да, то есть разные люди находят разные выходы из сложившейся ситуации. Ну, что чаще всего говорит человек, который чувствует себя жертвой? Он говорит, что я чувствую то, что я не способен преодолеть вот этот вот, да, рубеж. Я не способен почувствовать себя счастливым или уверенным в себе, не способен сказать «нет» этому человеку, да, который на меня оказывает, может быть, какие-то абьюзивные действия. Я не способен сейчас противостоять агрессивным условиям окружающей среды, и вместо этого вот я нахожусь как бы с одной стороны некомфортной для себя ситуацией, что на меня все давит, с другой стороны для меня безумно, дискомфортно выходить извне, да, я не готов к конфликтам, и неготовность ваша идти дальше по жизни, как бы эту жизнь менять, возможно, указывает на то, что у вас проблемы не только во внешней окружающей среде, но и во внутренней. Соответственно, вам нужно эту внутреннюю свою окружающую среду исправлять на уровне с внешней. И может быть, если вы хотите потянуть немножко время, и вам дискомфортно сейчас идти на развод, сейчас заниматься какими-то другими неприятными вещами, выяснением отношений, может быть, стоит просто оттягивать время и позаниматься немножечко собой, полечить себя. Дорогие друзья, с вами был Кравцов Сергей, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я вас всех жду на своих онлайн-консультациях, и да пребудет с вами здоровье!